В это воскресенье католики во всем мире отметят День Бедных. В этот день верующие проводят всевозможные акции благотворительности и милосердия. Помогать по мере сил нуждающимся принято постоянно. День Бедных подразумевает прежде всего работу над собой. О чем стоит задуматься и что переосмыслить, расскажет Татьяна Вахнина. Помощница Алданского католического храма Маргарита почти рассортировала вещи, пожертвованные прихожанами. Одежда предназначена для нуждающихся. Священнослужители прихода будут раздавать их в канун 19 ноября. Объявленного Папой Римским Днем Бедных. Эти вещи мы повезем для нуждающихся, особенно для детей, женщин, мужчин. Здесь в Адане, или в Хатистер, или в Тамот, или где надо. В 2017-м День Бедных отмечается впервые. Дата является многомерной. В первую очередь День Бедных подразумевает работу над собой. Дай Господи мне внимательные глаза, чтобы видеть нуждающихся, а также милосердие, дабы не иссякло мое желание им помогать. Эта мысль является ключевой в проповедях, читаемых священниками на мессах. Помощь бедным не может осуществляться лишь времени от времени, пишет Папа. И подчеркивает, если мы хотим внести свой вклад в историю, содействуя подлинному развитию, следует прислушаться к рику о помощи, которой взывают бедные, и бороться с их маргинализацией. В День Бедных принято обращаться к Всевышнему с просьбой помочь избавиться от жадности и скупости. Эти черты отягчают сердце. По-настоящему же счастливым и богатым может чувствовать себя лишь тот, кто добр, щедр и великодушен. День Бедных является поводом вспомнить о том, что необходимо научиться радоваться тому, что имеешь. Не смотри на тех, кто живет богато, взгляни на тех, кому хуже, чем тебе, гласит учение. В настоящем сегодня же человек не всегда доволен с тем, что имеет, хочет больше. Правильный прогресс, он хороший, но тоже надо внутренне быть удовлетворенным и стараться о внутреннем мире и довольстве, то, что у нас есть. Можно ли стать богатым в бедности? Можно, если принять имеющиеся возможности положительно и научиться использовать их в полной мере. Согласно одной из легенд, после смерти на небесах богатство человека исчисляется теми дарами, которые он делал ближним при жизни. Татьяна Вахина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.